Всем еще раз привет! Здорово, что смогли присоединиться к нашему третьему вебинару онлайн-школы Теплицы по социальному прототипированию. И сегодняшний вебинар будет посвящен финансовой устойчивости и различным вопросам, связанным с этой темой. Мы сегодня поговорим о вариантах финансирования вашего проекта, о финансовой устойчивости вашего проекта, о грантах, о том, что такое фандрайзинг и краудфандинг, как это работает, когда это использовать. И большую часть вебинара будем посвятим поиску устойчивой бизнес-модели. Вообще, Александр расскажет, что такое бизнес-модель, как это использовать, какие есть примеры, в чем плюсы-минусы, вообще как это делается. То есть более подробно расскажет. Во-первых, план на сегодня следующий. Вначале пару слов. Подведем итоги первых двух вебинаров, чтобы было понятно, что у нас уже прошло и что мы сделали, к чему мы пришли. Дальше поговорим о том, почему вообще важны деньги в вашем проекте и какими способами их можно получить. Это вот стандартные для некоммерческих проектов и привычные, наверное, многим. Это гранты, это конкурсы различные, это фандрайзинг, краудфандинг. И большая часть будет посвящена именно поиску устойчивой бизнес-модели. И в конце нас ждет домашнее задание и вопросы-ответы. Так, и давайте подведем итоги двух первых вебинаров. Это очень важно, чтобы было понятно, о чем мы говорили и к чему мы пришли. Во-первых, после первого вебинара мы поняли следующее, что важно сначала определить проблему, потом эту проблему исследовать, потом провести опросы и интервью целевой аудитории, потом вот эти все данные, которые вы получили после опросов и исследований, интервью с помощью метода персон как-то аккумулировать. После этого вы также понимаете, на каком уровне взаимодействия ваша целевая аудитория находится с технологиями. Дальше вы генерируете варианты решений. После этого вы выбираете одну из гипотез, которая будет правильным решением, да, и начинаете работать дальше. После того, как мы узнали информацию на втором вебинаре, к сегодняшнему дню, по идее, мы должны были сделать следующее. Мы должны были создать прототип вашего проекта. То есть МЖП – это минимально жизнеспособный продукт, да, это то, что выполняет основную функцию проекта. Далее мы, каждый из нас или из вас выбрал для себя, что вы будете конкретно делать, да, либо это сайт-лендинг или лонгрид, либо это мобильное приложение, либо это чат-бот, либо это краудсорсинговая платформа, либо это визуализация данных на карте, либо это дополненная реальность или виртуальная реальность, либо это какие-то гибридные онлайн-офлайн решения. Вы какие-то варианты для себя решили и вот начали делать этот прототип. Также вы сделали некий механизм осуществления взаимодействия с целевой аудиторией, то есть как посредством вашего проекта целевая аудитория взаимодействует. То есть, например, если это сайт, то есть какая-то обратная связь, чат или еще что-либо. Также вы сделали, скорее всего, логотип, придумали название для вашего проекта, если еще не было ранее, и создали теглайн, это такое краткое описание вашего проекта в одном предложении. Вот, собственно, к этому вебинару мы должны были подойти вот с таким багажом уже. И хочу напомнить из первого вебинара такую штуку, что мы для себя решили, что будем иметь в виду следующее, что если мы берем социальное предпринимательство плюс IT, это будем считать за социальный стартап. Либо это значит, что вы делаете социально значимый проект, используете эти технологии, да, и пытаетесь найти устойчивую бизнес-модель. Давайте посмотрим на то, что, в принципе, есть. В принципе, у многих, наверное, есть вот такая штука. Почему? Потому что как раз я делал акцент на том, чтобы сделать именно прототип. То есть, если вы делаете, например, сайт, то на данном этапе, может быть, даже не стоит делать сайт на WordPress, например, а взять, просто нарисовать картинки экранов, разделов, сделать кликабельный прототип для того, чтобы это было намного быстрее. Потому что если вы потратите свое время и силу на то, чтобы делать сайт, который потом не будет работать, или приложение, или сервис, да, то вы просто потратите свои ресурсы. Так вот, в идеале сейчас у каждого проекта должен быть такой некий прототип. Возможно, кликабельный прототип, возможно, именно уже рабочий прототип, да, если это сайт или сервис, там, карта, как вот я показывал вначале, кто-то на Каудмэп уже сделал. И дальше хочу напомнить еще один слайд, который был у нас в первом вебинаре, о том, что было такое понятие, и мы вводили его, это гражданские приложения. По сути, сейчас мы достигли такого уровня, что мы, каждый из проектов, сделали некое гражданское приложение. Почему? Потому что мы создали его самостоятельно, да, то есть мы, условно говоря, некие активисты, мы провели активность для того, чтобы создать некий сервис, который поможет решить какую-то общественно важную проблему. И мы, каждый из нас, в данном случае, да, как бы занимаемся этим проектом на волонтерских началах, мы делаем это потому, что мы просто хотим это делать. Вот. И этим слайдом я хотел напомнить, что есть очень высокий уровень смертности таких приложений, и это за счет именно того, что часто у таких проектов нет устойчивой бизнес-модели. Это значит, что когда мы работаем над созданием такого проекта, у нас нет понимания, как мы будем получать деньги в проект, как мы будем его поддерживать финансово, потому что в любом проекте есть некие расходы, большие или маленькие, но они есть. И нам на стадии создания проекта необходимо понять, каким образом мы будем привлекать финансирование. И вопрос действительно, что теперь делать дальше. Вот у нас есть проекты, даже если они хорошие, но у нас нет финансирования. Что с этим делать? И, естественно, ответ очень простой. Это надо искать финансирование и искать устойчивую бизнес-модель. Сегодня я буду говорить о таких вещах, как гранты, краудфандинг и фандрайзинг, а Александр расскажет больше о бизнес-модели. Итак, гранты, наверное, все знают, да, и, наверное, кто-то даже подавал документы на гранты, кто-то пытался заполнить заявки, выиграть гранты какие-то, да. Гранты или конкурсы, в принципе, наверное, многим знакомы не только по некоммерческой сфере, но и, наверное, просто в образовании, может быть, кто-то участвовал в каких-то грантах или конкурсах. В этом случае грант – это безвозмездная субсидия неким предприятиям, организациям или физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, на обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом об их использовании. То есть, по сути, вам безвозмездно дают какую-то сумму на какой-то срок, да, то есть есть какая-то программа, и вы договариваетесь с грантодателем о том, что вот вы, например, в течение года делаете ваш проект и в конце отчитываетесь по результатам, которые вы заранее определяете вместе с грантодателем, либо у грантодателя уже есть, собственно, такие вот требования. Есть у нас на сайте статья по поводу того, где найти гранты, и вот есть список 14 российских ресурсов с конкурсами и грантами. Этот материал был написан в прошлом году, но он до сих пор актуален, потому что многие организации проводят конкурсы и гранты выдают каждый год, поэтому можно посмотреть. Это в том числе фонд «Наше будущее». Это, например, Impact Hub Москва. Вы также можете посмотреть, что они делают, зайдя по ссылке, и потом, возможно, вы можете подать документы на то, чтобы участвовать в их программах и получать гранты на развитие своего проекта. Далее поговорим о том, что такое фонд «райзинг». И в двух словах, что это означает, да, это от английского действительно фонд «райзинг», да, это фонд «финансирование», «райзинг» – это привлечение. Это сбор добровольных пожертвований, то есть привлечение средств. В денежной или иной форме, как правило, на цели не связаны с извлечением прибыли, научно-исследовательные, благотворительные проекты и так далее. Важно понимать, что когда вы используете фонд «райзинг», то есть привлечение средств именно пожертвований, это значит, что человек, который вам передает деньги, он ничего не ожидает и не получает взамен. Это очень важно. То есть вам просто люди отдают деньги, потому что они вас поддерживают. Они хотят, чтобы ваш проект развивался. Самой простой реализацией фонд «райзинга» может быть, это, например, раздел на вашем сайте, когда вы, например, есть, там, у вас блог «помочь» и у вас установлен некий какой-то плагин либо какая-то штука, которая позволяет вам собирать деньги. Человек заполняет форму, оплачивает с помощью банковской карты, другими способами, да, и просто таким образом либо подписывается на реквариантные платежи, это значит, когда он один раз подписался, и с него постоянно списывают деньги, например, каждый месяц. Ему даже не надо, там, возобновлять ничего этого. То есть таким образом вы можете привлекать средства в свой проект. Два слова о том, как это сделать. Буду рекомендовать два ресурса, естественно. Первый – это наш, это плагин для сайтов на WordPress, называется «Онлайн Лейка». Это наш плагин. Это бесплатный плагин, то есть если у вас есть сайт на WordPress, вы можете самостоятельно это установить. Он позволяет вам модерировать кампанию, делать целенаправленный сбор на вашем сайте, смотреть, устанавливать суммы, которые вы хотите набрать, смотреть и взаимодействовать с теми людьми, кто вам помогает. То есть это достаточно хорошая такая вот система для сбора пожертвований на вашем сайте. Это работает как для юридических лиц, если вы НКО, да, и в том числе если вы активист, то это можно использовать как для физических лиц. Вопрос только в том, какую именно платежную систему вы подключите. И второй – это непосредственно инструменты Яндекс.Денег, да. У них сейчас очень большая распространенная штука. Тут вообще можно вставлять счета, делать отдельные страницы, сборы средств, делать кнопки. Кнопки – это, наверное, вообще всем привычные, наверное, кто-то видел, да. Но тут вот действительно сейчас есть много чего полезного, что можно сделать самостоятельно, даже если там вы не владеете и вам ничего там не нужно делать, просто заполнить какие-то данные, если вы, например, бизнес, да, если вы юридическое лицо, либо для физических лиц, вы в том числе можете это использовать. Тут есть ссылка на статью на нашем сайте, более подробно можете посмотреть описание. И далее, вот, естественно, я очень рекомендую всегда, пожалуйста, посмотреть те материалы, которые мы пишем на нашем сайте, потому что их действительно становится очень много. Вы просто вводите фандрайзинг, у вас, вот видите, уже 202 материала, много действительно полезных вещей можете найти. Теперь давайте перейдем быстренько к краудфандингу. Ну, давайте ответим. Значит, смотрите, краудфандинг, опять же, это просто прям воспроизведение английского крауд, толпа и фандинг, финансирование. Это привлечение финансовых ресурсов от большого количества людей, которые помогают вам, да, в реализации вашего продукта или услуги, или там на помощь нуждающимся, проведение мероприятий, поддержка, то есть вообще очень много чего. Но самое важное, в краудфандинге должно быть три составляющие. Первое – это люди, второе – это платформа, и третье – это награды. Это значит, что отличие от фандрайзинга состоит в том, что в первую очередь есть награды, то есть люди не просто так вам передают деньги, они получают что-то взамен. И второе, что есть должна быть какая-то платформа. Сейчас, естественно, это в интернете, это онлайн. То есть если нет платформы, нет наград, это не краудфандинг. Вот такие особенности. И, собственно, в России есть две самые популярные платформы. Естественно, это Планета.ру, которая более нацелена все-таки на такие социальные проекты. Вторая платформа в России – это Boomstarter. Она более такая бизнес-направленная. Есть некоторые разницы с Планетой.ру, но тем не менее, здесь тоже можно запускать благотворительные проекты, привлекать средства на свой проект. И вкратце хочу рассказать о том, что вообще краудфандинг – это не только о вашем проекте, но это о вашей целевой аудитории. Например, если вы, опять же, не знаете, взлетит ли ваш проект или нет, с помощью краудфандинга и краудфандинговой кампании вы можете протестировать, нужно ли людям то, что вы хотите им дать. Таким образом, вы можете быстро для себя понять, идете ли вы на правильном пути или нет. Если на правильном пути, во-первых, вы можете собрать вокруг вашего проекта на этой платформе, на какой-то из этих двух, например, да, целевой аудитории, которая будет вам помогать впоследствии. Например, вы можете запустить потом еще одну кампанию, еще одну кампанию. Это будет намного проще взаимодействовать с теми людьми, кто вас уже поддерживал. Обязательно почитайте статьи по краудфандингу на нашем сайте. Много пишем об этом. Есть 398 материалов за 5 лет. И есть очень популярный материал на нашем сайте. Он был написан несколько лет назад, но он все еще актуален. Почему? Потому что там действительно приведены более 100 ресурсов, где можно найти финансирование в свой проект. Это и платформа, то есть это во всем мире. Это не только в России, во всем мире. То есть если вы не знаете, где найти финансирование, откройте этот список, выберите из него те ресурсы, которые позволяют вам найти, например, деньги в России или там неважно, например, откуда проект. И, ну, как бы, вы сможете действительно найти то, что ищете. Значит, грандфандрайзинг и краудфандинг – это, конечно, хороший инструмент для того, чтобы найти деньги в ваш проект, но это хорошо работает, когда вы запускаете его, да, и когда это какие-то разовые истории, потому что нет постоянного притока денежных средств, нет денежного потока. Поэтому надо искать устойчивую бизнес-модель. Что это значит? Это значит, что вы должны найти пути, когда в ваш проект будет постоянно приходить средства, которые будут окупать все ваши затраты. И вот как ты сделаешь с такой бизнес-модели. И вот все остальное сейчас тогда передаю слово Александру. Я руководитель маркетингового агентства, директор по развитию маркетингового агентства Ксимедия. Мы работаем с достаточно крупными брендами, которые в том числе поддерживают различные социальные благотворительные инициативы, ну и, собственно говоря, мы стараемся также помогать. Ксимедия, в частности, работает с арестованным, с проктором Гэмбелл, и мы определенные инициативы, собственно говоря, наших крупных клиентов, социальных, которые мы тоже поддерживаем. Также я являюсь автором определенного курса, который мы запускали и проводили мастер-классы в высшей школе экономики по социальному предпринимательству и поддержке. И у меня достаточно большой бэкграунд, именно как человека, который занимается бизнес-аналитикой, маркетингом, и я буду рад вам помогать. Давайте посмотрим, что вообще по видам социального предпринимательства и различных моделей сейчас присутствует на рынке. По исследованию фонда «Наше будущее» мы видим такую диаграмму, в которой есть определенное распределение по направлениям, в которых есть так или иначе различные социальные бизнесы, и предприниматели определенным образом за последние три года распределились в такой пропорции. То есть это социально ориентированные НКО, различные социальные проекты, связанные с образованием, различные проекты в сфере услуг, связанные с социальным обслуживанием граждан напрямую, и определенные услуги в области, услуги и возможности, которые предоставляются в области здравоохранения. Вообще, в принципе, хотелось бы сказать, что на текущей позиции я сам достаточно долго и упорно, можно сказать, анализировал различные модели и в социальном предпринимательстве в том числе. Нельзя сказать, что можно провести какую-то четкую классификацию, но тем не менее, вот я выделил основные какие-то виды социального бизнеса, которые наиболее часто на сегодняшний момент запускаются и в которых есть возможность успешно не только быть, скажем, такими благотворителями, но и зарабатывать как минимум на самообеспечение своего проекта, своей команды, чтобы вы могли своим людям платить зарплату, чтобы вы могли успешно выполнять определенные социальные функции и в конечном итоге, чтобы были определенные точки для дальнейшего масштабирования и роста вашего бизнеса. Итак, первое направление – это благотворительные продажи. Это, как правило, магазины определенных товаров или услуг. И зачастую бывает так, что выручка от продажи перечисляется в НКО или благотворительный фонд, связанный и под эгидой которого делается этот магазин. Ну, товары могут быть абсолютно разными. Товары могут быть как социального назначения, допустим, для людей с ограничением по состоянию здоровья, так и могут быть различные виды услуг, связанные, опять же, с помощью как людям с ограничением по состоянию здоровья, так и услуг, допустим, образовательного характера или услуг помощи с профориентацией для инвалидов. Ну, хотя, конечно, будем стараться, надеюсь, избавляться от этого слова «инвалид», это все-таки говорит, что люди с ограничением по состоянию здоровья, потому что это более, как мне кажется, корректная формулировка. Итак, второе направление – это различные консульционные и информационные услуги, связанные с помощью трудоустройства, матерей, которые находятся в декрете, многодетных мамочек, людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также различные услуги, связанные с помощью, ну, это могут быть, допустим, различные психологи, юристы, люди, которые занимаются кадровым делом, да, кадровики. Собственно говоря, это различные комплексы услуг, которые либо, как правило, оказываются профессионалами, которые поработали уже в коммерческой сфере, хорошо достаточно знают рынок и имеют определенные наработанные связи. Если у вас такой опыт имеется, либо вы можете привлечь таких людей в команду, вы можете оказывать опыт по этому направлению, судя, там, связанные с консультациями, профориентацией, возможности проведения каких-то образовательных обучающих программ. Ну, и в том числе для социально незащищенных групп населения. Либо тем, где вы чувствуете, что государство оказывает недостаточную поддержку, и вы могли бы, на самом деле, делать что-то более качественное, более профессиональное. Здесь очень важно понимать, что, ну, конечно, определенные продукты вы создаете, она желательно должна быть с определенной доступной ценой в том или ином регионе, там, где вы ее представляете. Ну, и, разумеется, нужно понимать, что все равно желательно каким-то образом с государственной взаимодействием. Вот, то есть давать какую-то определенную возможность часть этих услуг там оказывать либо совсем по минимальной цене, либо, ну, в качестве первичной консультации бесплатно. Вот, это будет работать на то, что у вас будет большая вовлеченность вашей целевой аудитории и, ну, ваши социальные функции, на самом деле, вы можете соответствующим образом правильно продвинуть и, возможно, даже получить государственную поддержку. Создание услуг, которые в полном объеме, ну, это, опять же, можно в развитии этого сказать, есть услуги, так называемые, связанные с патронажем и специализированной медицинской помощью на дому или в пансионате, к примеру, да, которые оказываются не только престарелым людям, но подобные там услуги патронажа и пансионата также есть для людей с ограничением в состоянии здоровья либо людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Да, вот здесь написали по поводу спортивных организаций, да, ну, разумеется, да, есть такие вещи, связанные с социалкой. Можно сказать, что занятия, да, конечно, занятия со спортом и занятия не только с молодежью, но и с другими возрастными категориями, относящимися к пропаганде и развитию спорта, если это так или иначе можно привязать, к примеру, что это спорт плюс патриотизм, что это возможность, там, допустим, развития спорта для, ну, собственно говоря, для людей с ограничением в состоянии здоровья, это тоже, ну, конечно, хорошая, очень интересная проблема. Вот, также вот, допустим, меня совсем недавно приглашали на, там, ряд социальных конкурсов. Я, допустим, видел достаточно успешное предприятие в Смоленске, которое разрабатывает и делает швейную фабрику какую-то, да, на которую приглашают мамочек из многодетных семей, ну, мамочек, у которых там трое больше детей, приглашают молодых выпускниц интернатов, ну, и, собственно говоря, обеспечивают определенные возможности по производству ряда продукции, ну, и по следующему ее сбыту, да, в определенные магазины, в которых они напрямую договорили, что часть доли они берут. Есть ребята, которые делают промо-стойки очень интересные, да, информационные для инвалидов, в том числе, ну, там, людей с ограничением здоровья, еще раз, да, по зрению и так далее. Вот, то есть, ну, в принципе, различных типов услуг достаточно много. Мне для меня достаточно странно, что вот последнее распределение, ну, я, как бы, диаграмму сам придумал, да, вот, на основе тех данных, которые я увидел фонда «Наше будущее», да, мне очень странно, что сфера услуг это всего лишь 19%. На мой взгляд, это, опять же, говорит о том, что, ну, собственно говоря, есть куда расти, да, есть возможность применять различные бизнес-модели, связанные с развитием сферы услуг, и если это привязать, ну, к более такому значимому пункту, это развитие, собственно, там, НКО и возможности этого НКО официально заключать договора с подконтрольными, допустим, коммерческими организациями, оказывающими определенные услуги, то, ну, есть куда расти. Развитие социально доступной среды и ориентация на развитие различных социальных программ сообщества. Здесь нужно отметить то, что, как бы, социально доступная среда — это не только пандусы для людей, сельскохозяйственного здоровья, малоподвижных граждан, социально доступная среда и развитие различных социальных программ сообщества — это еще и различные программы создания, ну, допустим, своего, собственно, онлайн-средства массовой информации, способы агрегации определенных возможностей по тем программам, существующим или вновь запускаемым, которые есть в вашем регионе, это своего рода различные партнерские программы, когда вы развиваете свое собственное сообщество для одного или нескольких направлений и стараетесь объединять не только там единомышленников, даете возможность, ну, допустим, там, выбирать и заказывать услуги с вашего сайта, попутно давая полезную дополнительную информацию, справочную, информационную поддержку, оказывая людям из неосвещенных слоев населения, людей и совмещения по состоянию здоровья или для престарелых граждан, то есть различные абсолютно виды есть того, что вы могли бы делать. Очень многие, наверное, слышали про историю кнопки жизни, про различные сферы, кстати, в области услуг, в области здравоохранения, когда оказывается определенная помощь со сбором данных о состоянии человека и в случае чего поступает тревожный сигнал родственникам, передается в том числе бригаду скорой помощи, да, оказание максимально оперативно. Вот, ну, еще раз, да, если все это подвести, то так или иначе можно, на мой взгляд, классифицировать следующий вопрос. Первое, все, что относится к сфере продажи непосредственно товаров и услуг, связанных с сопровождением этих товаров различного свойства. Вот, второе, это различные консульционные, информационная поддержка и развитие. Третье, это различные программы адаптации, социализации граждан, возможности программ обучения и, ну, собственно говоря, включения их в определенное развитие там местных сообществ. Ну, и последнее, это различные сервисы, возможно, там, информационные сервисы-агрегаторы, которые позволяют развивать, ну, партнерские программы, опять же, выбирать определенную сферу услуг и, по сути, помогать продажам, развитию продаж партнеров. Я бы хотел рассмотреть различные типы организаций с учетом каких-то социальных ролей и в том, как они развиваются. Ну, существует, на мой взгляд, вот, некая градация между мотивацией развития компании, методами, как она это осуществляет, той миссией, которую она себе задает, определением, ну, собственно говоря, своей цели, значимости, да, и возможностей, ну, собственно говоря, извлекаемой и получаемой прибыли от своей коммерческой деятельности, направления их на обычные социальные программы, либо укрепления своего имиджа и продвижения как, ну, социального бизнеса, социально ответственного бизнеса, да. Ну, как мне кажется, одной из наиболее, наиболее эффективных моделей такой, да, с точки зрения характеристики самой компании, это вот такая гибридная модель, в которой существует мотивация и цель развития компании не только с точки зрения того, что вы абсолютно благотворительный и вы только собираете, распределяете деньги от жертвы от благотворительности, но вы занимаетесь определенной коммерческой деятельностью, которая действительно создает полезные ценности для общества, дает возможность и вам самим чувствовать значимость своей миссии и возможности по развитию определенной сферы, там, услуг, либо продажи товаров, либо возможности оказания партнерского какого-то различного инфрационного взаимодействия с обществом и с определенными группами вашей целевой аудитории потребителей, на первую очередь это, на мой взгляд, конечно же, создание определенной социально-экономической ценности, которая выгодна как вам самим, как организации социального проекта, социально-предпринимательному бизнесу, а с другой стороны выгодна вашим благоприобретателям, тем, кому в эти услуги и товары в определенной степени пытаетесь правильно представить на рынок и правильно выбрать определенные коммуникационные рекламные каналы для донесения ценностей до сведения ваших потребителей, ваших партнеров, ваших клиентов. Вот. По сути, в гибридной схеме присутствует возможность и потребность реинвестирования части прибыли на выполнение и продвижение вот такой социально-ответственной миссии, и часть покрытия операционных издержек может идти не просто на вот такое расширение развития бизнеса, как в табличке указано, это, да, но здесь немножко кратко, я очень подробно расскажу. Значит, подразумевается, что, допустим, вы можете, выполняя функцию, допустим, продвижения каких-то определенных конституционных услуг, тут же привлекать дополнительных партнеров, которые могли бы производить какую-либо продукцию, вот, в продвижении ваших услуг и в том, чтобы какие-то, ну, допустим, образовательные или конституционные услуги сочетались с последующим продвижением товаров социального назначения или наоборот, и реинвестирование в развитие партнерских взаимоотношений, реинвестирование в возможность продвижения ценностей своих услуг и товаров не просто как таковых, ну, типа цена, возможности ее приобретения, просто представление каких-то свойств и характеристик, подчеркивание определенной социальной миссии, подчеркивание возможности, что, допустим, часть денег от выручки тратится на определенные социальные, благотворительные проекты и так далее, в любом случае будет подстегивать определенную часть вашей целевой аудитории, ваших потребителей, обратить больше внимания, ну, соответственно, возможность приобретения, вот, и дальнейшего вашего взаимодействия с ними. То есть здесь я бы сказал так, что это реинвестирование в свое родо фактически в определенную программу лояльности, да, ну, только программа лояльности воспитана не в данном контексте не на бонусах, а именно на социальной значимости и на возможности реинвестирования части ваших полученных прибыли и средств, именно в различные социальные и благотворительные программы. Вот. Также стоит понимать, что как только вы встаете на определенные коммерческие рельсы, конечно же, у вас там и в главе, и в выполнении определенных ваших задач всегда встает определенное понимание баланса. С одной стороны, нужно деньги зарабатывать на самообеспечение себя, своей команды, на дальнейшее развитие своего проекта, с другой стороны, вы хотите быть социально значимыми, хотите поддерживать определенные инициативы, и подчас бывает так, что, ну, если вы только следуете определенным рыночным тенденциям и стимулам, да, вы часть денег просто, ну, по факту не сможете первые три месяца или полгода реинвестировать, потому что, ну, по факту нужно коммерческой деятельности. В этом плане решение, как правило, только одно – это распределять функциональность по социальным программам и, ну, возможности на различные типы партнерских взаимоотношений, да, когда, ну, как говорится, делается это все в складч. Когда определенный функционал по продаже, по маркетингу, определенный функционал по реализации этих социальных программ, связанных, опять же, с маркетинговым продвижением, делится, ну, между несколькими социально ориентированными бизнесами, и в этом плане, ну, как говорится, нас спасет определенная правильная своего кооперация, да, вот, ну, с хорошим контекстом, видите, будет воспринято, да, кооперация, там, некие, с точки зрения, синалитического эффекта и возможности взаимопомощи, потому что мне кажется, что социальные предприниматели не могут жить не просто отдельно от общества, они не могут жить без возможности кооперироваться, разделять определенные функциональные возможности по, ну, развитию и до продажи товаров, если вдруг они должны всяческие другие команды, поэтому старайтесь коммуницировать и объединяться в определенных сообществах, старайтесь оставаться членом сообщества, не только в своем регионе, но и смотрите на опыт своих коллег и будьте более открытыми. Значит, по поводу социальной ценности и экономической ценности продуктов и ваших проектов, да, мы поговорим сейчас чуть позднее, значит, перейдем к следующему слайду, и тут есть, тут есть описание неких текущих основных моделей социальной предпринимательности. Ну, в принципе, смотрите, да, ничего в этом мире не нового под луной, да, как бы определенные вещи уже были, собственно, продуманы. В первых трех кругах сверху написано потребность, потом написано личная мотивация и способность. Это бизнес-модель такая, ну, можно сказать, по развитию социальной предпринимательства, которая подразумевает возможности изучения потребностей ваших целевых аудиторий определенного сегмента ваших потребителей. Первая часть вот такой модели подразумевает, значит, возможность, первый круг, который сверху, в нем написано слово потребность. Что это обозначает? Это обозначает, что мы стараемся изучать и заранее анализировать потребности и, собственно говоря, задачи наших целевых групп, но не пытаемся это делать, ну, как бы весь продукт или услугу, все и для всех. В рамках потребностей мы разделяем, об этом сейчас чуть позже еще в бизнес-модели, в рамках потребностей мы выделяем различные сегменты наших потенциальных потребителей, клиентов и партнеров и описываем максимум 3-4 основных ключевых потребностей, которые наш товар или услуга могли бы идеально закрывать. Второй круг, который справа снизу, там написано способность. Способность – это возможности наши по привлечению к себе в команду людей с определенным уровнем знаний, опыта и компетенции, которые могли бы реализовывать тот или иной продукт или услугу, которым мы могли бы создавать определенные ценностные предложения. То есть мы понимаем, что мы проводим какую-то серию экспериментов, серию тестирования бизнес-гипотез, на основе которого мы выявляем ту потребность, которую мы изначально описали, 3-4 варианта, она соответствует, есть ли у нас люди, которые могут своими знаниями, своим опытом правильно создать ценности, своего рода упаковать продукты или услуги для того, чтобы ценностное предложение появилось на рынке на основе продвижения наших товаров и услуг, и эта способность действительно присутствует как возможность продвижения этих товаров и услуг, и закрывает соответствующие потребности, задачи наших клиентов, наших партнеров. И круг, который теперь слева снизу, называется личная мотивация. Но здесь очень важно понимать, что все-таки, когда вы делаете бизнес-проект, даже если он в области социального предпринимательства, личная мотивация – это не только желание, конечно же, сделать добро, принести пользу людям, но и мотивация должна быть четко выражена, в том числе в качестве финансового ресурса, то есть тех денег, которые вы все же зарабатываете. И возможности зарабатывать, повышать свой средний чек, повышать качество, ценность ваших предложений, ваших услуг, и при этом каким-то образом за счет в том числе и партнерского взаимодействия развивать дальнейший ваш бизнес. И так вот это соотношение между потребность, способность и личной мотивацией. В общем, личная мотивация в данном случае считается не только в такой модели, как бы не только ваша собственная, но и всей вашей командой в целом, который бизнес-проект создает. Вот на пересечении вот этих трех кругов у вас должна сформироваться идея или очередная гипотеза, которую вы идете и тестируете на рынке. Это история по поводу того, что любая бизнес-гипотеза на самом деле это и любая идея, она не должна быть выражена в плане того, что давайте-ка сделаем там возможность консультирования людей там по трудоустройству, еще что-то. По трудоустройству, допустим, людей, которые относятся, к примеру, к людям с ограничением по состоянию здоровья. Давайте там идея, давайте подумаем, как мы могли бы сделать. Какой-то магазин, в котором там социально незащищенные свои могли бы лучше покупать определенные там здоровую пищу, фрукты, овощи, там еще что-то. Или давайте подумаем, как сделать идею со спортивным обществом, адаптацию и так далее. Ну, к примеру, это не идея в данном случае именно с точки зрения предпринимательства. Значит, идея в такой модели это описание ряда бизнес-гипотез, которая должна разбиться на соотношении этих трех кругов. Итак, идея по отношению к потребности. Идея по отношению к потребности – это описание трех, максимум четырех основных ключевых потребностей и задач ваших клиентов и ваших партнеров, которые вы могли бы продвигать и которая должна быть оттестирована в виде реальных собеседований, своего рода создания определенных фокус-групп, когда не вы это придумаете из своей головы, а реальные ваши потенциальные клиенты и партнеры высказывают вам, а вы за ними это аккуратно записываете, протоколируете. И идея по отношению к потребности – это выявление четких закономерностей в том, что потребностью и задачи осознают ваши потенциальные клиенты и партнеры, а не то, что в вашей голове. Идея по отношению к способностям. Это возможность соотнести, как потребности и задачи клиентов и партнеров закрываются компетенциями, опытом и знанием вас и вашей команды. То есть вы должны всегда распределить четко по времени и по задачам количество сотрудников и имеющихся ваши человеческих ресурсов, которые вам потребуются для того, чтобы создать качественный продукт или услугу. А если вы продвигаете другие продукты или услуги, то опять же посчитать определенное экономическое соответствие на количество часов, на количество людей, которые вы привлекаете к решению той или иной задачи. То есть опять же здесь сделать некий план, который распределить способность по отношению к идеям. Это фактически умение составить определенный план проекта, разбить его на определенные временные рамки и соотнести с возможностью ресурсами, связанные с вашей командой. Теперь идея по отношению к личной мотивации. Вот здесь важно такое понятие, которое, если кто-то не знает, когда стоит изучить, это построение воронок продаж, построение и понимание определенных метрик, какой продукт, какую услугу, за какое время вы будете реализовывать, какой средний чек, что, если вам не хватает ресурсов, каких партнеров вы будете привлекать, как вы будете взаимодействовать в продвижении вашего товара и услуги. И вот эта личная мотивация – это как конечный итог того, а что же остается в сухом остатке для вас самих и для вашей команды. Вот такое соотношение. После того, как вы первичную подобную модель построили, дальше идет оценка возможностей уже непосредственно реализации. Когда у вас есть уже эта сформированная идея, как набор таких бизнес-гипотез, отнесенных с потребностью, со способностью, с возможностями личной мотивации, вы переходите к оценке возможностей реализации. Значит, появляется у вас такое понятие, теперь центральное на пересечении, если в первых трех кругах на пересечении стояла идея, но во вторых кругах в модели идет понятие миссии. То есть миссия – это описание определенных ценностей, так как вы все-таки, я надеюсь, социальные предприниматели, вы думаете не только про заработок денег, а соотношение, собственно говоря, и возможность создания определенных ценностей для общества, вы должны понимать и четко описать свою миссию, при этом, опять же, протестировать понимание своей миссии, соотнести ее с определенными возможностями потребностей ваших клиентов и вашей цивилизации. То есть оценка возможностей – это, опять же, соотношение между возможностью технологической и финансовой, с возможностью реализовывать определенный круг задач и соотнести эту миссию с ресурсами, которые у вас имеются, и теми людьми, которые непосредственно будут вступать с вами взаимодействия, и круг людей, он, опять же, между собой, внутри этой денежной системы, возникаемый в результате вашего бизнес-проекта, вы должны четко распределять, что, по сути, вы приходите к своей миссии на три категории людей. Первая категория людей – это непосредственно вы из сама команда вашего проекта. Вторая категория людей – это партнеры и клиенты. И третья категория людей – это в целом все общество, в котором вы определенным образом позиционируетесь как новый или развивающийся бизнес-проект с возможностью продвижения именно миссии и ценностей социального предпринимательства и тех инициатив, которые вы создаете ради для того, чтобы жизнь других людей, как себя, делать лучше. Ну и, собственно говоря, соотношение этой миссии к возможностям, к ресурсам и к пониманию трех таких типов категорий людей создает основу для дальнейшего развития и уже перехода к пониманию бизнес-модели. Смотрите, любой бизнес-модель, неважно, каким типом бизнеса вы ни занимались, всегда стоит описывать определенные ключевые блоки. Опять же, не мы придумали эту структуру, а в свое время это достаточно популярный инструмент. Придумал ее один из таких знаменитых авторов методики Lean Startup. Lean Startup – это бережливый стартап. Возможность, скажем так, в определенные крайне ограниченные ресурсы, и любой стартап – это начинающий бизнес, это, кстати, не только к IT-проектам относится, но и вообще к любому бизнесу. Тем не менее, значит, Lean Startup – это методика бережливого производства, методика бережливого взаимодействия со своими ресурсами и возможностями для того, чтобы постараться создать минимальные базовые продукты, минимальными определенными усилиями, но как можно быстрее тестировать свои гипотезы. Кстати, об этом мы там чуть позже тоже поговорим, у меня там есть на просмотр. По сути, бизнес-модель – это основа проектирования основных ваших процессов в работе практически любого типа бизнеса. Когда мы начинаем заполнять такую бизнес-модель, еще раз говорю, кто захочет, я с удовольствием увижу заполненную вашу бизнес-модель, я сейчас вам просто объясню методику, как стоит это проектировать и заполнять. Мы, кстати говоря, неважно, сами в своем бизнесе и для своих клиентов рекомендуем это делать хотя бы один раз в месяц. Ну, Lean Canva действительно другая, но эту Canva стоит все-таки заполнять для того, чтобы налогить порядок в своей главе. И да, это модель Александра и для этого. Вот. Итак, по факту, значит, мы начинаем с потребителей. В потребителях еще раз говорю, то есть мы записываем не такие характеристики, как мужчина, женщина, наш потенциальный потребитель или там люди с ограничением по социальному здоровью, там еще что-то. Это отдельно. Потом в первую очередь мы описываем сначала базовые 3-4 их потребности и их задачи, а потом бьем и расписываем по трем-четырем основным сегментам, которые вы считаете, вы максимально можете создать ценный продукт или услугу или можете помогать продвигать это в партнерстве. Вот. То есть в потребителях описывается сначала 3-4 ключевые, приоритетные, кажется, задачи, связанные с потенциальными вашими клиентами, которые вы пойдете проверять по рынку сами вместе с вашими партнерами. Вот. Что действительно существует соответствие между этими задачами и вашей миссией и ценностями, которые вы несете в продвижении своих продуктов? От потребителя дальше мы переходим к такому блоку, который называется отношение с клиентами. Отношение с клиентами – это не реклама. Отношение с клиентами – это формулирование определенных ценностных предложений и формулирование каналов, коммуникаций, каким образом вы выстраиваете, скажем так, информационную логистику, возможность правильно проверить определенные посылы, ценностное предложение, сформулировать и проверить на определенной конечной, ну, конечном числе ваших потенциальных клиентов и партнеров, услышать от них взаимодействие. И здесь вопрос именно каналы взаимодействия, коммуникации, получения обратной связи для последующей доработки ценностного предложения. А вот каналы предоставления этой информации и каналы обработки полученной информации – это, по сути, аналитика. Ну, мы немножко в этой модели, если кто-то слышит какую-то часть вещей впервые, я могу просто сказать, что у нас есть некий свой, собственно, методикой подход к чтению этой таблицы, к Александру Василь Вальберу и некая наша практика в протяжении последних фактически почти 12 лет. Мы даже не зная про эту таблицу первичную, мы сами-то начали подобные таблицы для своих клиентов заполнять последние три года, но интуитивно какие-то вещи мы имеем и своей практике, свое собственное прочтение, поэтому где-то я могу отходить от классической трактовки, но я просто надеюсь, что вам мой личный опыт и практика будет интересна. Так вот, каналы предоставления, мы под этим рассматриваем именно не только рекламные каналы, но и различные аналитические инструменты, которые позволяют нам обработанную обратную связь от наших клиентов по ценностному предложению товаров и услуг наших и возможностью предоставления, собственно говоря, возможности им вообще высказаться, представить свое мнение, это дальнейшая доработка для такого итерационного процесса, когда с точки зрения потребителей формулировали 3-4 основные потребности задачи, после этого создали несколько ценностных предложений и выбрали каналы коммуникации со своими клиентами, дальше подумали, какие есть рекламные или партнерские определенные возможности для того, чтобы предоставляемые вот эти услуги или товары мы также могли быстро протестировать на своих клиентах и понять, здесь самое главное в каналах представлениях, понять, есть ли сходимость у вас между теми вашими затратами, которые вы несете, собственно говоря, на развитие этих каналов коммуникации и предоставления информации о своих продуктах и услугах, и той отдаче, той обратной связи и том желании партнеров и клиентов, собственно говоря, платить за взаимодействие с вами и рассматривать ваш товар или услугу. Так вот, правая часть таблицы фактически создает возможность последующего заработка и получения определенной структуры денежных потоков, которые вы можете получать, да, собственно говоря. А левая часть таблицы относится к структуре затрат, которую вы будете нести. В это входят ключевые активности ваши, которые тоже, опять же, связаны с возможностью уже физического воплощения, создания этого ценностного предложения уже не на уровне идей, гипотез и так далее, а воплощение это в виде сайта, проекта, затрат, ключевых активностей по созданию, по созданию, собственно говоря, различных вопросов, связанных с организацией продаж и ключевой активности, которые фактически вот эти каналы, оттестированные каналы предоставления информации о вас, аналитики и оттестированные каналы коммуникации взаимодействия соотношениями начинают превращать уже непосредственно в действующие инструменты продвижения ваших услуг, товаров, и эти ключевые активности направлены на то, что вы делаете уже что-то физическое, вы делаете сайт, вы делаете магазин, вы делаете определенные взаимодействия и расписываете это на определенные задачи, вот эти ключевые активности. Естественно, они должны подтверждаться ключевыми ресурсами, если ключевым ресурсом являются, в первую очередь, люди и создаваемые интеллектуальные продукты, все равно это должно быть все пересчитано в деньги, в количество часов, которые тратят люди, в их зарплаты и в затраты, в том числе ключевые ресурсы, опять же, на поддержание развития как своей собственной команды и развитие их возможностей, так и построение в последующем ключевых партнерских отношениях. Ключевые партнерские отношения это не только люди, которые помогают вам продавать, бывают ключевые партнерские отношения, когда люди помогают вам с рекламой, с каналом коммуникации, так же вот как Алексей, собственно говоря, так же как Алексей рассказывал и говорил по поводу, кстати, прошу прощения, что вот отвлекся, увидел, собственно говоря, ну вот Вика говорит, что прерывистый звук. Напишите, пожалуйста, если у кого-то еще со звуком проблемы, кто-то не слышит, напишите, пожалуйста, минус. Да, давайте посмотрим, у скольких людей как бы проблемы со звуком. Ну потому что качество интернета от нас с Алексеем не зависит, у меня дома здесь вполне спокойно 100 мегабит, вот, у меня все загружается спокойно и плавно, вопрос, ну, там, как в нашей платформе или еще что-то, напишите у всех, у кого, ну, плюс это хорошо слышите, минус плохо. Вот видите, опять же, какой-то разнобой, ну, ребят, я надеюсь, что потом будет запись, все, ну, ладно, понятно, провели мини-опрос, провели, так, замечательно. Все, Алексей, я думаю, что запись вебинара же будет, да, доступна, и люди, в крайнем случае, если что-то не услышали, ну, как бы сейчас звук прерывался, технические проблемы, я надеюсь, что... Да, да, конечно. ...записи, да. Конечно. Ну, ребят, как бы мы стараемся и максимально там все вам сорганизовать, как бы, возможности технической платформы вроде как бы позволяют, если какие-то бывают проблемы, там, локальные, там, с интернетом или техническим ценением, вот видите, вот есть достаточно большое количество людей написали плюсики, значит, они все нормально. Ну, не расстраивайтесь, запись будет, и в записи можно будет еще раз все послушать. Значит, вот партнерские ключевые взаимодействия, еще раз, про что я хотел бы отметить, здесь вот, опять же, да, там, теплица социальных технологий и другие наши партнеры, мы сами, как маркетинговые агенции, которые готовы помогать в реализации наиболее интересных, ну, к сожалению, конечно, мы не можем помочь всем, но мы, как правило, 3-4 проекта отбираем каждые полгода, кому лично подключаемся и помогаем в определенном продвижении своими коммуникациями, своими связями, помогаем дизайн-проекты какие-то делать, помогаем продумать маркетинг или бизнес-модель определенный, вот, то есть 3-4 проекта мы, как правило, тоже сами отбираем, мы не берем, если мы видим, что это явно социальное предпринимательство и, ну, очень активные люди продвигают какую-то такую ценность, мы этим проектом, естественно, помогаем, ну, либо вообще бесплатно, либо за, ну, за совсем другие деньги, за другую ставку, чем если бы мы делали это коммерческим предпринимателем. Вот, ну, потому что все мы считаем, как бы, надеюсь, наши партнеры вот из теплицы социальных технологий, да, что определенную часть проектов, особенно на начальной стадии, конечно, нужно помогать партнерски поддерживать, развивать, и вот у ребят, там, в теплице социальных технологий есть не только полезная информация по поводу, вот то, что Алексей рассказывал, по поводу получения возможностей грантов, получения возможностей финансирования или проверки своих гипотез на всяких правом паддинговых платформах, у них очень много публикуются информации полезной, и в том числе про различные типы взаимодействия, различные модели, и, я так думаю, будет дальше развиваться еще и вот эта история с программой на обучение, партнерским взаимодействием и услуг партнеров, которые мы могли бы там, ну, в том числе, оказывать вам в помощь. Поэтому вопрос здесь всегда такой вот кооперации в сообщество, и партнерские отношения нужно рассматривать не только с точки зрения денег или тех, кто помогает вам зарабатывать, да, это еще и люди, которых вы можете, и сообщество, и компании в том числе, которые вы можете заразить в хорошем смысле, да, с этого слова, заразить своими правильными идеями, своей тягой и жаждой к реализации действительно какого-то доброго, качественного проекта, который ориентирован на то, чтобы стать действительно лидером в какой-то области социального предпринимательства и как минимум делать жизнь, достаточное количество людей лучше, удобнее, способствовать определенной социальной адаптации, способствовать развитию различных возможностей. Поэтому еще раз, да, партнерские отношения мы, например, рассматриваем в этом ключе, это не только ресурсы в деньгах, это еще и, ну, к примеру, количество наших часов, допустим, моего маркетинга, которые мы готовы потратить на определенные там консультации, поддержку, связи, возможность там проработки, там, дизайн-проекта для вас, оформления ваших бизнес-моделей, ну и так далее, да. И, ну, будем рады и действовать, соответственно, чтобы вы как-то свой бизнес-модель также взложите. Поэтому в партнерских отношениях нужно расписывать, в первую очередь, мотивацию вашу собственную на взаимодействие и определенные ключевые активности, ключевые ресурсы, которые вы могли бы не только замыкаться внутри себя как бизнес, но и могли бы транслировать наружу, в взаимодействии с другими компаниями, с другими участниками социальных сообществ, да, и включать вот в ардиту своего взаимодействия. И поэтому здесь эта структура затрат, она, кстати, опять же, не только в деньгах, она и временная. Ну, хотя, конечно же, когда вы занимаетесь в своем бизнесе, нужно понимать, что время – это деньги. Вот. И время на создание и развитие, тестирование какой-то бизнес-гипотезы следующим образом оно по определенным метрикам своей эффективности в среднем чеке, в среднем времени жизни клиента с вами, в порядке взаимодействия, в порядке затрат ваших на рекламу, на отношения, на построение ценностных предложений должно быть потом пересчитано на вашу жизнь. Тем не менее, мы призываем во время работы с любыми типами предпринимателей, которые так или иначе несут в себе социальную составляющую, думать о том, что партнерские отношения, ключевые партнерские отношения, это затраты, которые нужно соотносить с последующими возможностями стратегического роста и масштабирования не только вас как бизнеса, но и как социального проекта и улучшения возможностей ценностного вашего предложения. Так что это не всегда только деньги. Итак, поговорим уже все-таки о том, что есть в методике бережливого такого развития и создания возможностей запуска компании. Кстати говоря, кто-то Эрика Рейса, кто-то называет Эрик Райс, ну, это по-разному, да, кто-то говорит Эрик Рейс, кто-то говорит Эрик Райс, но тем не менее, да. Значит, вот действительно есть такая методология, Lean Startup – это бережливое рациональное использование ресурсов, возможностей, подход к тестированию бизнес-гипотез и так далее, которые вы создаете для того, чтобы максимально быстро. Задача любого проекта, запускаемого по этой методике, она, ну, наиболее эффективно доказала для достаточно большого количества начинающих рекомендаций и бизнесов. Значит, задача в следующем. Итак, это, по сути, подход, который предполагает следующих последних действий. Сначала вы продумываете какую-то определенную идею, формулируете ее в набор бизнес-гипотез, расписываете эти гипотезы по определенным проектам, и вы выделяете метрики, на основе которых вы понимаете, ваш проект, возможно, взлетит или не взлетит. Он будет выходить на определенную самоукупаемость и по отношению, там, затрат к издержкам, ну, вернее, затрат к издержкам, да, структуры доходов к структуре и расходам, да, наоборот, доходам к расходам, да, соотнести. Вот. И гипотезы, которые вы прописываете, вы должны прописать четко на определенную последовательность действий, ключевых активностей ваших, соотнести, что вы должны сделать, чтобы проверить про, ну, вот эту задачу бизнес-модели, про потребности задач ваших клиентов, например, и соотнести это с теми вашими ключевыми действиями, которые относятся к тому, какие метрики задаются на реализацию. Ну, то есть это, по сути, построение некой базовой финансовой модели, воронки продаж, о которой вы понимаете, какое количество охвата вам необходимо на создание и продвижение определенных ваших услуг или продвижение ваших товаров или партнерского вашего взаимодействия, для того, чтобы гипотеза о заработке денег за определенное количество времени с определенным средним чеком на определенное закрытие определенных потребностей задач клиентов действительно сбылась. Вот. Метод Lean Startup – это, по сути, подход к созданию постоянных инноваций. И инновации здесь имеются в виду не только там какие-то технологические инновации, летающие космические корабли или там еще каких-то вещей. Понимаете, вся наша жизнь и путь наших изменений, по сути, это способ постоянной трансформации. И наша внутренняя трансформация и развитие в создании продуктов, услуг, к подходам – это и есть, по сути, наша внутренняя инновация, которую мы стараемся транслировать внешнему миру. В данной ситуации, когда это бизнес-проект, это задача, конечно, создать определенную инновацию, которая, с одной стороны, ну, если вы как социально создает пользу и ценность обществу в определенной группе ваших клиентов и потребителей, с другой стороны, эта инновация превращается для вас в деньги, когда вы соотносите определенный набор метрик, задач по поводу продвижения, внедрения новых продуктов и услуг, или подхода, бывает так, что продукты и услуги уже устоявшиеся, уже понятно, по рынку, вы и, возможно, коммерческие конкуренты, другие ваши продвигают, это, возможно, создание новых подходов к продвижению, к рекламе, к партнерским взаимодействиям, это тоже есть инновация. В любом случае, подход Lean Startup – это возможность избежать риска больших затрат, это как бы такая методика маленьких шагов, да, методика маленьких шагов, когда каждая идея, каждый процесс скрупулезно изначально прописывается как последовательность действий, к этой последовательности действий прописывается, с одной стороны, потребности и задачи будущих клиентов, партнеров и потребителей, с другой стороны, расписываются ресурсы и возможности, и четко определяется структура времени, которую вы на это тратите. Подход Lean Startup – это задача как можно быстро, как можно более оперативно проходить вот этот путь трансформации. Трансформации идеи, трансформации в осознании потребностей клиентов, трансформации в задачах определения, какие же ценностные предложения, какие же каналы предоставления, какие типы рекламы, какие каналы, какие ресурсы необходимы, в какой краткий период времени. Значит, ну, есть еще методика, которую, допустим, используют программисты, да, и там люди, которые делают различные проекты. Есть подход Agile – это когда непрерывный, постоянный процесс идет разработки, доработки и так далее. И, ну, собственно говоря, есть подход Scrum, который называется. Scrum – это вот определенная конечная операция, и в каждой конечной операции закладывается минимальная функциональность на входе вот в эту точку Scrum, да, когда очередная операция, этап проекта. Scrum можно посмотреть как последовательность, когда мы большой-большой там, допустим, проект у себя в голове, мы там придумали очень много чего, мы делим на маленькие этапы, и в начале каждого этапа мы определяем минимальную функциональность и минимальный набор задач, которые мы хотим сделать за минимально, но заранее определенное конечное количество времени. Занимаемся этим этапом, значит, делаем определенные выводы, проводим определенную там аналитику, делаем своего рода работы над ошибками, выявляем те функциональности задачи, которые у нас действительно работают, мы можем их продвигать по рынку, мы можем привлекать партнеров, они востребованы нашими клиентами и так далее. И на основе этих выводов начинаем следующий, последовательность. То есть вот такая цепочка итерационного развития, вот у программистов называется Scrum, разработчик, мне кажется, что это адекватная адекватная штука. Вот. Эта методология на самом деле действительно должна стать вашим внутренним катализатором, и этот катализатор, собственно говоря, должен помогать вам понимать, что не надо пытаться объять необъятное, не надо пытаться сделать все и сразу, желательно еще вчера. Нужно суметь правильно расписать основные задачи и цели, выделить определенное конечное количество времени, заранее договориться с самим собой и внутри своей команды, какие задачи, какие потребности ваших клиентов, какими возможностями, ресурсами и каким ценностным предложением своего продуктов и услуги было бы тебе закрывать, выписать буквально три максимума, ну это из нашей практики, три или четыре составляющие этих задач, потребностей, ресурсов основных и начать тестировать в реальной жизни. То есть как можно быстрее начинайте, как можно быстрее проводить тесты за ограниченное количество времени. Проводить анализ, ошибаться, это нормальная история, ошибаться, делать определенные выводы, привлекать дополнительные партнерские взаимодействия и на основе сделанных выводов дорабатывать ценностное предложение своих продуктов, но делать это как можно быстрее. То есть каждый последующий этап у вас должен идти с определенным ускорением. То есть лучше делать эту политику мелких шагов и такого метода продвижения вперед, не как там спринтер, который взял, быстро пробежал, а потом, собственно говоря, там типа решим. Но подготовиться сначала, выписать задачи, выписать основные метрики, в том числе и метрики, относящиеся не только к деньгам, но и к тому, что вы хотите в конце каждого этапа добиться в точке зрения социальной позиции развития вашего бизнеса, определить задачами, определить его времени, определить ресурсами и приступать к бизнесу. Максимум по трем-четырем основным пунктам и задачам. В принципе, из нашего опыта итерация как в коммерческих проектах, как и в проектах связанных с социальным предприятием, лучший период итерации для, ну, из нашей практики опыта только, да, но тем не менее, составляет в среднем месяц максимум полтора, то есть из которых максимум до одной недели уходит на формулирование гипотез и формулирование текущих задач и внутреннее обсуждение внутри команды, и от трех до четырех недель уходит непосредственно на сам факт, как технологической реализации и продвижения тестирования бизнес-гипотез, так и фактическое осуществление очередного этапа продвижения и продаж продуктов. То есть вот этот итерационный период в месяц максимум полтора, ну, как бы, является для большинства предпринимателей наиболее оптимальным в начальной статье. В последующем я очень надеюсь, что, ну, для действующего бизнеса, когда вы уже развиваетесь, вы этот итерационный этап сократите сначала до максимума трех недель, а там, возможно, и до двух недель. Все зависит от сложности, там, вашего проекта и, ну, сложности реализации продукта после. Ну, в среднем, то есть вот на начальном этапе это, как правило, составляет месяц-полтора, вот такими этапами разбить, а потом уже сократить это до трех, а в лучшем случае даже до двух недель. Вот. Еще раз говорю, старайтесь разбивать на три-четыре подзадачи и выписываю три-четыре основные потребности ваших клиентов, партнеров и взаимодействия для дальнейшего развития. Ну, примеры здесь вы можете также прочитать, я не думаю, что есть смысл, как бы, зачитывать. Достаточно много примеров успешных бизнесов, связанных с Lean Startup и по этой разработке этой методологии. Я бы хотел бы вам подчеркнуть только то, что на самом деле методика подходит практически для любого проекта, который не обладает на начальном этапе, ну, а очень многих из нас, допустим, когда вы начинающий предприниматель или даже когда у вас уже определенный период первичного взаимодействия с выявлением и проверкой бизнес-гипотез прошел, а уж тем более в социальной предпринимательстве, как правило, там не хватает ресурсов, не хватает где-то знаний, где-то опыта и так далее. Это история по поводу того, что иногда смотрите не только на успешные примеры текущего действующего бизнеса в вашей среде, посмотрите наружу, посмотрите там, где вы могли бы что-то покупать сами как потребитель. Делайте вы промо-страницу, посмотрите на то, как делают промо-страницы не только подобные проекты здесь, в России, но, допустим, посмотрите, обязательно проанализируйте, как это делается в зарубежных странах. Делайте вы формы захвата какие-то, да, привлечения, описания ценностных предложений. Посмотрите и на другие сегменты рынка, то есть вдохновляйтесь и старайтесь вот эту методику вейн-стартап применять не только внутри своего собственного проекта, вариться. Ну и смотрите на внешний мир, смотрите на взаимодействие других компаний. Представьте себя на месте потребителя обязательно всегда. Подумайте, вот там, условно говоря, если вы продвигаете какую-то услугу для людей по соглашению по состоянию здоровья, не только их опросите, там, их, их родственников. Поставьте себя на это место. Подумайте, на каких условиях и при каких условиях, при какой возможности вы сами бы заплатили деньги за ваш товар или услугу. Можете ли вы понять эту потребность, осознать, пропустить это через себя, а не только, ну, проведя опросы и выявив эту потребность у других людей, особенно у своей целевой аудитории. Когда вы смотрите на какой-то тип бизнеса, посмотрите на смежные какие-то бизнесы, которые могут стать либо потенциальными вашими партнерами, либо даже если вы их рассматриваете как конкурентами, подумайте и старайтесь подмечать, что у них хорошо, что вам нравится. Старайтесь доверять своей внутренней интуиции, старайтесь свою внутреннюю интуицию и развивать вот эту некую предпринимательскую жилку не только с точки зрения зарабатывания денег, а старайтесь думать, как вы можете всегда улучшать качество сервиса, качество лояльности, качество возможности предоставления услуг и ценностных предложений. Для этого реально всегда стоит смотреть по сторонам, смотреть не только на свой текущий бизнес, но и стараться общаться с другими предпринимателями, стараться не закрываться от внешнего мира, не концентрироваться только на своих внутренних подзадачах. Старайтесь всегда расширять свой кругозор, но надеюсь, как бы это возможно для определенной части аудитории, когда ничего я нового не сказал, но мне хотелось бы подчеркнуть, что именно такой подход вот открытой коммуникации, открытого взаимодействия и возможности смотреть на себя со стороны, на свой бизнес со стороны, возможность проанализировать и приходить. Старайтесь особенно очень популярно, в том числе сейчас у очень многих предпринимателей, надеюсь, у социальных предпринимателей также будет это развиваться. Старайтесь собираться в определенные группы с определенной периодичностью. Возможно, мы это с Алексеем тоже поговорим, как бы сделать это каким-то образом, допустим, два раза в месяц, проводить онлайн-разборы по бизнесу друг друга, по бизнес-проектам друг друга, по определенной социальной инициативе. То есть делать в определенных таких маленьких группах по 5-6 человек, приглашать предпринимателей, представителей бизнеса и стараться посмотреть на себя со стороны. Методика Lean Startup — это не только разбивание на структуру задач, подзадач, планирование и правильное управление своими ресурсами, своим временем и умение тестировать битвоксы. Методика Lean Startup в нынешнее время, когда требуется все больше и более быстрая трансформация вашего взаимодействия, ваших новых внедрений и аналитики автоматизации новых бизнес-процессов. Получение новых типов знаний и опыта требует постоянного общения и постоянной возможности посмотреть на себя и на свой бизнес со стороны, на свой проект со стороны. Поэтому я надеюсь, что мы с Алексеем также подумаем, как сорганизовать вот такую группу и два-три раза, ну, я думаю, давайте так, три, наверное, много, ну, давайте хотя бы два раза в месяц встречаться и делать такие там разборы буквально полтора часа, вот максимум, час-полтора в таких группах по 5-6 человек, чтобы каждый мог высказаться хотя бы минут по 15-20, послушать свое мнение со стороны, обменяться опытом, обменяться возможностями, связями. То есть вот такой нетворкинг, я думаю, нам всем будет очень полезен. Вот. Значит, чем бы вы ни занимались, опять же, если у вас социальные услуги или социальный тип бизнеса, связанный там с определенной группой товаров, или вы партнерскими занимаетесь, всегда подумайте о том, что, возможно, ключевые потребности ваших клиентов не замыкаются только в первичном опросе и хотя бы раз в квартал старайтесь делать определенные анкеты, определенные опросы с прямыми открытыми вопросами к людям, то есть не только по качеству сервиса, по качеству представления услуг. Старайтесь собирать обратную связь по тому, что в этих услугах или в реализации этих товаров сами ваши потребители, партнеры хотели бы предложить. Старайтесь не замыкаться только в своем видении или в том, что даже, возможно, у вас там на первичном этапе хорошо и удачно получилось. Собирайте эту обратную связь хотя бы с определенной регулярностью и системностью хотя бы раз в квартал. Составьте определенные опросники, подумайте, как вы можете поощрять своих клиентов. Иногда даже и доброе слово, полезное, приятное, но и думайте, конечно, что вы могли бы еще предложить. И как бы лучше вас самих могут разбираться в вашей услуге и вашем продукте с точки зрения того, что бы еще можно было бы улучшить. Конечно, только ваши клиенты и партнеры. То есть не забывайте про них, мы все живые люди. И критический взгляд со стороны и умение правильно держать руку на курсе и периодически спрашивать обратную связь от клиентов и партнеров очень важно. Делайте это системно. И вообще любые задачи, которые вы для себя делаете, допустим, когда вы описываете метрики экономические по среднему чеку, по выручке, по возможности объема реализации определенной продукции или объему реализации определенных услуг за определенный период времени, если относитесь это с ресурсами и так далее, старайтесь делать это системно. Я думаю, что мы еще неоднократно проведем определенные занятия, которые позволят вам ознакомиться с различными системами по аналитике и автоматизации, которые стоило бы ввести для управления своим проектом. Но как минимум на первых порах хотя бы изучите для себя возможность построения определенной, ну, к примеру, диаграммы ГАНТа, по которой можно разбивать свои проекты, свои задачи, но более под задачей четко планировать свое время, потому что очень многие предприниматели даже с хорошими идеями и даже иногда, когда они ресурсы и возможности финанса находят, не хватает вот этой системности. В системности работы подчас нужно понимать, что любой тип бизнеса – это все-таки кропотливый труд, и нельзя жить только на каком-то постоянном вдохновении и на постоянной мотивационной составляющей. Это прекрасно и хорошо, но нужно постараться приводить себя, как, знаете, как спортсмены, в определенный план тренировок, в определенную системную задачу, ставить себе, разбивать ее на подзадачи и делать себе вот такой вот план тренировок своего бизнеса, своего мозга, своего бизнеса, расписывать ресурсы, расписывать ключевое время на исполнение подзадач, поставить, вот, допустим, эту диаграмму дома. После этого, допустим, составлять определенные эксельные таблички, шаблоны, в которых вы будете расписывать планирование и затраты своих ресурсов не только на приобретение и продажу услуг, не только на рекламные каналы, но и, к примеру, на ресурсы, связанные с ключевыми, реализацией ключевых активностей, в том числе и социальных активностей, для последующего сбора и анализа вот этой обратной связи с потребителями в вашем теле. Вот, да, диаграмма граммок. Вот, ну и, собственно говоря, перед тем, как я немножко еще два слова расскажу о себе в конце и перейдем, возможно, к вашим каким-то вопросам. Нам осталось буквально, по-моему, минут 10, может быть, даже меньше чуть. Значит, еще поговорим про такую штуку, что такое минимально жизненноспособный продукт. Минимум viable продукт. Значит, ну, на самом деле, фактически продуктом является не только техническое решение, какой-то там сайт, к примеру, или там история какая-то там. Ну, у кого-то это там открытие, там, думает, вот я там открыл свой интернет-магазин, или там я открыл свой сайт, или промо-сайт, или лендинг, там, еще что-то. Думает, что вот это вот минимальный продукт. Там написал какие-то сообщения и так далее, и думает, что вот сейчас вот я там трафик заданю, рекламу какую-то определенную сделаю. Ну, либо там в реальной жизни, ну, канал, точку какую-то торговую вы открыли, там, еще что-то, закупили первую партию продукции. Вот, это не совсем то. По факту мы, допустим, со своей точки зрения и со своей практикой методологии рассматриваем, что минимальный продукт – это, в первую очередь, сфокусированное исследование ваших первых клиентов. Это возможность изучить максимально сжатые сроки их реальные потребности, соотнести, получить от них обратную связь по прогнозируемому и желаемому продаже продуктов и услуг, и на основе вот этого исследования провести определенную аналитику, которая направлена на четыре основные вещи. Непосредственно, что представляет из себя наш коммерческий продукт, какие ценности, какие задачи, какие потребности нашего клиента он решает, и этот коммерческий продукт, за какие деньги люди готовы покупать. Здесь нужно понимать, что вот внутри коммерческого продукта, опять же, мы рассматриваем четыре основных вещи. Некий средний чек, по которому этот продукт или услуга может продаваться. Значит, наша маржинальность, сколько мы на этом собираемся зарабатывать, и за какой определенный период придется. Среднее время жизни клиента вместе с нами и цикл сделки. Ну и последнее – это некая конверсия. Понятно, что если определенное количество людей, что-то такое конверсия, я думаю, многие знают, но тем не менее, поясним. Допустим, ваше рекламное объявление посмотрело 100 человек. Из них 52 человека, условно говоря, рекламное объявление в Яндексе увидело 100 человек. 52 человека перешло на ваш сайт. Из этих 52 человек 37 человек, допустим, перешли на вторую страницу, там, где более подробно расписана, на первой странице, допустим, акция какая-то, а в второй странице более подробное описание этой акции, предложение к рекламу роста. Значит, перешло на эту вторую страницу. Из них 12 человек оставило свою заявку. Из этих 12 человек вы постарались, естественно, со всеми 12 связаться. По факту купили вашу продуктовую услугу 5 человек, а рекомендовать стали 3, ну, в лучшем случае 4. Вот эта последовательность прохождения ключевых цепочек взаимодействия с клиентами есть понятие конверсии, процентное соотношение от определенного количества человек к последующей стадии, вернее, стадии, которая совершилась к предыдущей стадии. Вот, соответственно, средний чек, объем, охват наших клиентов, мы считаем цикл сделки, мы считаем конверсии. И мы тестируем, как ценности нашего продукта влияют на нашу выручку, нашу машинальность. Значит, внутри каждого продукта мы прописываем, какими услугами и каким сервисом мы располагаем, и каким образом мы этот продукт или услугу, ценностное предложение, по факту доносим до наших клиентов, партнеров и клиентов. Услугой является, кстати говоря, не только тот сервис непосредственно по организации продаж. Услугой является еще и возможность клиента в последующем к вам обратиться, это развитие лояльности, это понимание того, как эта услуга идет как информационное взаимодействие, коммуникация с клиентом. Услуга подразумевает не только сервис самой продажи, но и, так скажем, постпродажное обслуживание с точки зрения коммуникации и взаимодействия с клиентом. То есть понимание того, что вы готовы оставаться на связи, что вы все-таки социально ориентированный бизнес, и ваша задача не просто продать, а действительно получить обратную связь и правильно развивать коммуникацию с своими клиентами, партнеров и в том числе. Описание бизнеса целиком. Здесь понятие такое, что когда вы заполняете вот ту самую бизнес-модель, шаблон, который есть, и можно ее в любом виде, можно углить и посмотреть по Александру Сливальдеру. Канву по Lean Startup тоже можно посмотреть и найти. Я думаю, что Алексей, кстати говоря, может к этой презентации тоже Канву дополнительно прислать от себя. Нужно уметь, конечно, как бы не только выдаваться во все детали, но нужно иногда уметь подняться над ситуацией, посмотреть на некий, есть ваш бизнес целиком, как не просто цепочку взаимодействий с клиентами, не просто цепочку отдельных вот этих методов и блоков, а описание по сути ценностей вашего бизнеса, ценностей не только в понимании самого продукта, а в понимании, что эту ценность создает и каким образом вы ее транслируете. Рынку, людям, клиентам, партнерам и занятиям. Создание минимального продукта, еще раз говорю, это любые способы и инструменты тестирования своих возможностей по максимально быстрому, максимально сжатому по времени и максимально сжатому по ресурсам возможностей запустить вот такое исследование своих первичных клиентов, своих партнеров в том числе, которые готовы были бы продвигать ваши товары. Вот. Собственно говоря, здесь есть мои контакты. Можете посмотреть на наш сайт, я надеюсь, тоже какие-то возможности, может быть, вам будут интересны с точки зрения маркетинга, продвижения, то, что мы делаем. Еще раз повторюсь, что для большей части социальных бизнесов и социальных предпринимателей мы выделяем определенное количество конституционных часов, которые у нас либо совсем бесплатны, либо по минимальной нашей внутренней ставке агентства. И к этим часам мы, естественно, стараемся помогать, в том числе, дорабатывать различные вопросы, связанные с вашим маркетинговым и продвижением, в чем мы специалисты-профессионалы. А также мы помогаем проводить подобные программы обучения и наставничества, а также, как я уже сказал, что есть предложения, в том числе и в рамках теплицы социальных технологий проводить хотя бы два раза в месяц в небольших группах, предлагать собирать кураторов и назначать вот такие взаимные разборы бизнеса друг друга с различной нашей социальной инициативой. И я буду рад присоединиться. Если какие-то одна-две группы соберутся, я буду рад. Все. И, собственно говоря, есть контакты, есть телефон, есть почта электронная. Я надеюсь, что часть той информации, которую я постарался до вас нанести, все-таки сподвигнет и мотивирует вас на дальнейшее ваше развитие. И, соответственно, буду рад поддерживать. Спасибо. Так, я включил тогда трансляцию своей презентации. В общем, да, была идея как раз сделать именно вам заполнить бизнес-модель. Единственное, что действительно их существует несколько видов. Есть вот стандартного стиль Вальдера, есть линд-стартап-модель, есть еще другая модель с социальным эффектом. Я ее показывал в первом вебинаре. В принципе, тут тоже на слайде есть ссылка. Можно посмотреть, как это делается. Она более подробно выглядит вот так. Но, в принципе, базовая модель стиль Вальдера подходит. Ее тоже можно использовать. И цель как раз вам, пожалуйста, выберите и составьте свою бизнес-модель на основе стандартной и напишите, либо сделайте какую-то картинку, либо видео о том, как это работает и как это взаимодействует между собой, какие части, как это работает. Если вы почему-то выбрали все-таки краудфандинг, фандрайзинг и так далее, объясните, пожалуйста, почему вы это делаете. Вот. И с учетом того, что сейчас у вас появятся знания о вашей бизнес-модели, если что-то получится изменить в вашем прототипе, сделайте это. Например, на сайт вы можете добавить какой-то раздел новый или что-то еще. Подумайте, как это будет. Так как это последний вебинар все-таки, я рекомендую вам доделать домашнее задание, так как вы сможете получить сертификат, но не только. И я думаю, что на следующей неделе мы поговорим с Александром, я вообще подведу итоги школы. Мы сделаем какой-нибудь такой неформальный вебинар с разбором ваших проектов, результатов, чтобы было понятно, на чем мы завершаем и что делать дальше. Это действительно очень важно, потому что для вас, возможно, вы пойдете куда-то еще с этим проектом, будете дальше его развивать. Так, это я сказал как раз, что на следующей неделе будет информация в рассылке в том числе. Так, и еще раз хочу сделать акцент на том, что все-таки, если вы создаете свой проект, то сейчас есть возможность подать заявку на участие в Social Impact of Art. Это как раз еще одна программа, которая позволит вам получить грант и вообще прокачку вашего проекта социального. Вот здесь вся информация написана. Вы можете зайти на сайт socialimpactwar.ru, это проводит Impact Hub Москва. Вы можете заполнить заявку, стать одними из лучших и попасть в инкубационную программу, где вам будет помогать не один ментор, а даже несколько, а потом три победителя получат стипендию 120 тысяч рублей и поездку в Европу. Все, что нужно сделать, это просто заполнить анкету на сайте до 16 апреля, время еще есть. Рекомендую очень подумать над своими бизнес-моделями, все-таки доделать, принести какие-то правки, и на следующей неделе тогда мы подведем итоги школы. Очень здорово для тех, кто участвовал во всех трех вебинарах и сделал все домашние задания. Вы сможете действительно получить сертификат и дальше развивать свой проект. Мы завершаем нашу онлайн-школу, официально состоящую из трех вебинаров и домашних заданий. Спасибо вам, что приняли участие. Надеюсь, вам было полезно. Мы пытались аккумулировать все знания о том, как все-таки сделать, с помощью чего сделать прототип социального стартапа, что это такое. И надеюсь, что вам будет полезна эта информация потом в будущем или для тех, кто будет смотреть записи. Спасибо еще раз. Спасибо.